Уже вторая неделя подряд приносят вести от долго молчавшей марки Аурус. Так минувшая семидневка наконец подтвердила, что первый российский лакшери бренд вовсю корпит над своей второй моделью — кроссовером Комендант. Но если Комендант будет машиной для избранных, то оборонный концерн Алма-Сантей напротив готовит SUV, доступный для широких масс. Кипит работа и в Тольятти, где полным ходом ведется разработка не только новой Нивы, но и преемника Гранты — модели класса B. Из-за рубежа новости не столь радужные. В частности, фанаты Мерседесов оказались сильно недовольны качеством новых машин. То ли дело старые швабы. Один из таких W126, при том с оригинальным кузовом от отелье Сбаро, только что обнаружился не где-нибудь, а в соседнем Минске. Представители Бентли на днях признали, что основную кассу бренду делают кроссовер Бентейга. Что совершенно понятно. Идеологически это первый Бентли, который пригоден для каждодневной эксплуатации. Поэтому российский конкурент марки Бентли, новорожденный бренд Aorus, тоже торопится поскорее выпустить кроссовер, дабы снять рыночные сливки. Ведь седан Сенат продается не просто вяло, а почти никак. Так, по данным сайта Drom, в прошлом году своих владельцев нашли только 20 Сенатов. Кроме того, по информации издания, актуальный портфель заказов состоит всего из 60 предоплаченных заявок, при плане в 600. В самом ближайшем будущем Aorus начнет собирать предсерийные кроссоверы Комендант. Во всяком случае, на установочную партию из 150 машин уже получено одобрение типа транспортного средства. В этом документе указаны габариты и характеристики грядущего SUV. Так что теперь мы знаем, что Комендант будет на 20 сантиметров короче Сената, а его салон спроектирован строго четырехместным, с двумя раздельными креслами на втором ряду. По технике все Aorus одинаковые. Им полагается 600-сильный битурбированный V8, которому ассистируют электрический мотор и 9-ступенчатый автомат. Привод только постоянный полный. Серию Комендант пойдет примерно через год. Еще один кроссовер разрабатывает оборонный концерн Alma Santay. А все потому, что доля гражданской продукции для организации оборонно-промышленного комплекса, согласно поручению президента, через три года должна достичь 30%. Итак, перспективный гражданский автомобиль и Нева будет представлять собой 4,5-метровый паркетник, для которого прорабатываются гибридная и электрическая начинки. Машина пока не представлена публично, однако несколько фотографий под конец года распространила пресс-служба госконцерна. Кроме того, в открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения. Обладателем патента значится Обуховский завод, что в Санкт-Петербурге, который и разрабатывал машину. За дизайн же отвечал петербургский политех. Наконец, видеомакета и Невы в масштабе 1 к 24 выложила минская фирма Unima, универсальная мобильность. Но смогут ли оборонщики выдать толковый автомобиль? Ведь делать ракеты и перекрывать Енисей — это одно, а создать современный кроссовер — совсем другое. АвтоВАЗ подвел итоги ушедшего года. Если говорить сухим языком цифр, то российский рынок принял 350 тысяч новых машин из Тольятти и Ижевска. Так что, несмотря на постоянные остановки конвейеров, динамика относительно 2020 года положительная — плюс 2%. Любопытно, что самой продаваемой моделью оказалась Веста. Впрочем, зная внутривазовскую кухню, такой расклад легко объясним. Ижевский завод, где делают флагманское семейство, почти не страдал от простоев. Что будет дальше? До сих пор планы были довольно туманными. Ведь после отставки Стива Маттина, который покинул АвтоВАЗ чуть более года назад, отдел дизайна марки Ладо перестал выдавать хоть сколько-нибудь значимые инфоповоды. На заводском YouTube-канале периодически возникают обзоры давних концептов из запасников фирменного музея. А кроме того, в Москве и Тольятти сняли пару показных манифестов, рапортующих об усиленной работе над новыми проектами. Впрочем, пока публике предъявили лишь единственный тизер грядущей Нивы. Притом стиль, придуманный Стивом Маттином, полностью отвергнут. В основу грядущей новинки лягут ретро-мотивы, продиктованные классической Нивой. Следующее поколение Нивы появится не раньше, чем почти через три года. И понятно, что к тому времени дизайн автомобиля изменится. Он будет сильно отличаться от тех скетчей, которые вы видели раньше. Скажу больше. Машина уже изменилась. Новые изображения мы обязательно опубликуем. И я гарантирую, что новая внешность покажется вам интересной. А вот рестайлинговая Веста сохранит матиновский X-Face. Машина почти готова. Но, как уверяют источники телеканала Автоплюс, у предсерийных машин возникли проблемы по части мультимедийных комплексов. И сейчас разработчики спешно ловят блох. Кроме того, в 2023 году публику порадуют неким кроссовером, который вазовцы назвали X-Code. Напомним, что под этим именем на московском автосалоне 2017 года публики демонстрировали стильный SUV на базе Калины. Конечно же, в число новинок входит модель сегмента B, которая дебютирует через несколько лет. Но всю информацию об этом автомобиле мы раскроем позже. Сейчас слишком рано обсуждать детали. Что это будет за машина, не совсем ясно. Скорее всего, некая разновидность второго поколения Гранты. Дальше последуют премьеры третьей Нивы. Сначала Лада выкатит короткобазную версию, за которой последует длинный вариант. В середине 90-х, когда Mercedes-Benz выпустил E-класс серии W210, фанаты марки были шокированы тотальной экономией швабов. Притом экономия на металле, краске, антикоре обернулась тем, что следы коррозии появлялись на кузовах почти новых машин. Спустя почти 30 лет поклонники вновь бьют тревогу. Во всяком случае, в европейских изданиях, включая общественно-политический фокус и автомобильный ауто-мотор Ундшпорт, появились угрожающие статьи по поводу падения уровня качества. Впечатление неряшливости подрывает основы бренда. Качество и долговечность. Цитирует фанатов трехлучевой звезды немецкий журнал «Фокус». В ушедшем 2021 году Mercedes-Benz поставил рекорд по отзывам. Одно только немецкое федеральное управление автомобильного транспорта, KBA, насчитало 20 отзывных компаний. На сервис приходилось ездить почти любым моделям. Только в ноябре отозвали 850 тысяч машин. Из них четверть миллиона в самой Германии. А в целом по году цифры получились семизначными. Поводы тоже оказались непустячными. Скажем, новейшему S-классу меняли рулевые тяги, устраняли течь бензобака, обновляли форсунки. И даже переклеивали панель панорамной крыши, что могло оторваться на высокой скорости. У электромобилей тоже нашлись проблемы. Скажем, у кроссовера EQC были обнаружены негерметичные аккумуляторы, которые могли загореться. В итоге батареям пришлось пройти процедуру дополнительной герметизации. То ли дело Мерседесы W126. Известнейший дизайнер Франко Сбара без малого 40 лет назад соорудил из одного из них эффектнейшую двухдверку «Шахин» с двумя подъемными дверьми типа «крыло чайки». Или, как говорил маэстро Сбара, «крыло мотылька». Пластиковые двери оснащались электроприводом, а для пущего эффекта машина получила оригинальный обвес, расширенные арки, дизайнерские колеса, а главное – решетчатую маску, что прикрывало четыре кругляша фар. В салоне появилось много кожи и дерева, а на передней панели даже прописался телевизор. И это, на секундочку, в 1983 году. Но стоил Сбара немыслимые 200 тысяч немецких марок. Сумма подъемная только для арабских шейхов. Впрочем, весь тираж из 28 экземпляров быстро нашел своих владельцев. Половина машин оснащалась атмосферными, а другая – надувными восьмерками от упомянутого 126-го «Мерседеса». Тем удивительнее, что один «Шахин» вдруг обнаружился в Минске. Каким чудом он туда попал, доподлинно неизвестно. Зато известно, что Минске из Бара на днях приобрел новый хозяин, который переправит свою редкость за океан. В 2017 году российский Ниссан провел большую зачистку. Друг за другом из гаммы выпали седан «Сентро», внедорожник «Патрол» и кроссовер «Патсфайндер». Последнего подсидел ближайший родственник «Мурана», который продавался намного бодрее. Обычно машины уходят безвозвратно, однако «Патсфайндер» вдруг надумал вернуться, при том сразу в новом поколении. Брутальный дизайн определенно пошел модели на пользу, хотя под свежим кузовом скрывается прежняя платформа. Место вариатора занял классический 9-ступенчатый автомат, а система полного привода, построенная вокруг муфты, обзавелась новыми внедорожными режимами. Бензиновый V6 прежний, при том отдачу мотора по сравнению с американским показателем уменьшили на 13 сил, но не стали подгонять под налоговыгодные 250. На выбор россиянам предложат 4 фиксированные комплектации. Начальная имеет 8-местный салон, 7 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла, светодиодную оптику и многое другое. Цена 4 миллиона 300 тысяч рублей, очевидно, подбиралась так, чтобы противопоставить новинку ближайшему конкуренту, Тойоте Хайлендеру. Хотя, например, Мазда ЦХ9 обойдется на целый миллион дешевле. Впрочем, фактические цены у дилеров нынче мало зависят от рекомендованных производителям. Живые продажи подсфайндеров стартуют примерно через месяц. У нас будут продаваться машины строго американской сборки, а о возможной локализации на питерском заводе Ниссана пока никаких сведений нет. А вот малопопулярный среди россиян китайский бренд Джак не оставляет надежд навязать конкуренцию более массовым маркам. Так, компактный кроссовер S4 выйдет против моделей Kia Seltes или Skoda Karoq. Модель успешно получила одобрение типа транспортного средства, из которого понятен набор силовых агрегатов. Для нашего рынка сертифицированы атмосферный и турбированный моторы. Притом, для надувной версии, кроме механики, будет доступен вариатор. В остальном, ничего неожиданного. Задняя подвеска полузависимая, привод только передний, но, кажется, моноприводность сейчас совершенно не пугает покупателей маленьких паркетников. Зато публике должны понравиться актуальный дизайн и богатое оснащение. Тут бы добавить интересная цена, но прайс-листы будут опубликованы ориентировочно весной, а может и того позже. Как и другие модели фирмы Jack, кроссоверы S4 будут поставляться из Казахстана. Сборкой новинки вскоре займется Кастанайский завод Сареарко Автопром. А намерение строить в России трассы с бесплатными и платными полосами на одной проезжей части трос Автодор объявил еще в 2014 году. Сначала эту схему опробовали на юге, а теперь она пришла и в Подмосковье на автодорогу М1 Беларусь. Первый реконструированный участок начинается на 45-м километре Минского шоссе у поселка Лесной городок, а заканчивается на 66-м в Кубинке. Однако те, кто желает сократить время в пути, могут воспользоваться северным обходом Одинцова. Проезд для легковушки стоит 100 или 120 рублей в зависимости от дня недели. Для грузовиков же тариф един – 330 рублей. Пункт приема оплаты – традиционный барьерный. Он находится на 46-м километре в районе Голицына. Рассчитаться можно наличными, картой или транспондером. Расчетная скорость движения – 110 километров. В целом, в пользу дороги, которая сегодня будет пользоваться этим участком, в половину сокращает время в пути движения от МКАДа до 66-го километра. Отрезок от МКАДа до 45-го километра, то есть до центральной кольцевой дороги, останется бесплатным. А дальше старое четырехполосное Минское шоссе расширили до шести полос, оградили от съездов на дачи, заправки и в деревни. И сделали платным. Бесплатными останутся два боковых дублера, отделенных бетонными отбойниками от скоростной середины. Но эти дублеры двухсторонние, по одной полосе в каждую сторону, и к тому же недостроенные. Скажем, по южной стороне сквозного проезда пока нет, и съехать на эти дублеры можно только в начале скоростного участка, если не прозеваете. Информационных указателей тоже еще нет. На практике это означает, что съезды на заправке или в парк «Патриот» нужно планировать заранее, и скоростной участок можно проехать только целиком. Дополнительно у нас имеется проектная документация. Мы готовы к реализации. Наверное, один из основных на сегодняшний момент объектов – это транспортная развязка на 59-м километре. Эта транспортная развязка необходима для обеспечения доступности в парк «Патриот» и в Министерство обороны. Следующий шаг – реконструкция Минского шоссе с 66-го по 84-й километр от Кубинки до Дорохова, где построят крупную развязку с кольцом А-108, то есть с большой бетонкой. Этот сегмент станет платным в 2024 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова